Книга открытым оком, тема богослужения, 19 том, вопрос 3291. Православие упирает на богослужение, а протестанта на живую проповедь Евангелия. Где у кого проще обратиться к Богу иноверцам? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Неужели вы сами не понимаете, что где жизнь явлена через слово Христово, а не там, где через иконы и привычка? Вот из книги матери отца Александра Мене несколько выдержек, и вы поймете, что православие было и есть неизменное – иконы, монашество, послушание человеку. Александр Мень никогда бы не был православным, быть может, если бы там не пустил и крешки его любознательные и ищущие не Христа, а крещение и покоя его мать. Кавычки открытые. Павлик обратил внимание своего спутника на облака, окрашенные восходящим солнцем. Но молодой инок даже не поднял глаза. Кавычки открываются. «Я не для того в монастырь пришел, чтобы красоту любоваться, а для того, чтобы о грехах плакать». Кавычки закрытые, сказал он. Каждый упоминаемый становился для отца Петра своим, и он хранил молитвенную память о нем на всю жизнь. Если была малейшая возможность, он считал своим долгом сам отпеть и проводить в последний путь того, о ком он постоянно молился. Уже совсем больной, лежа в постели, он огорчался, когда узнавал, что его заменил в этом деле другой. «Православие – не старообрядчество, в нем есть широта всем лемлющая». Кавычки закрытые. У отца Петра не было и тени того, почти сектантского понимания православия, с которым мы и сейчас нередко встречаемся. Есть еще до сих пор люди, которые отшатываются от западного христианства, как-то от чего-то чуждого и даже враждебного. Есть и такие, которые считают, что православный священник не должен заниматься светскими науками или интересоваться искусством. Отец Петр был чушью этих предрассудков. «Церковь единая», – говорил он, – «о соединение всех мы молимся за каждой литургии, и у католиков благодать есть. У них было много тяжелых ошибок, но и у нас они были. Каждая душа, – говорит отец Петр, – может возрастать соответственно своим особенностям». Будущая жизнь – продолжение земной жизни, возрастание каждой души будет там продолжаться. В последний год своей жизни отец Петр начал и закончил огромный труд – внешний и внутренний ремонт собора. Дело этому он посвящал дни и ночи. Кавычки открыты. «В монастырь строгий, со скидским уставом я пошел бы с радостью, ибо вижу в монашестве самое желательное завершение своей жизни. Между тем принять постриг и оставаться в миру, оставаться погруженным в ту суету мирскую, от которой монах должен бежать, я боюсь еще больше и, вероятно, не решусь никогда. Монашество, как идеал, как цель самой высокой всей моей жизни, пусть будет стоять передо мной. Хотя бы я не был обличен в мантию вещественную. А делом стремился осуществить хоть сколько-нибудь в жизни свои самые обеты инока». Кавычки закрыты. Мария Витальевна Тепнина, 1904-1992 год. Зубной врач на ее квартире в Рублеве постоянно трудилась до конца жизни в Сретенском храме новой деревни. И она во мне создавала на долгое время какой-то протест против монастыря. «Я такой вот еще девчонкой думал, а почему? Почему христианство? Я хотела быть христианкой. Это достояние монахов. Почему я не могу, не будучи монахи, в монастыре быть христианкой? Я помню, как уже в катакомбной церкви наш духовник, отец Иерикас, мне один раз говорит, «Давай я тебя постригу». Я говорю, «Нет, не хочу». Он страшно удивился, потому что настроение у меня было совершенно соответствующее. «Не хочу». Так он мне должен был рассказать всю историю становления монашества, для того, чтобы меня примирить с монастырем. Кавычки открыты. Кавычки закрыты. Кавычки новые открываются. Маленький домик, низкие комнаты, крашеные полы, какой-то особенный запах меда и воска и горящих лампад. И вообще все это было удивительно. И манера разговаривать и здороваться. «Благословите, простите», раздавалось все время. И когда к матушке подходили, то кланялись ей в ноги, и она давала целовать свою руку. У матушки были населинцы, типичные монахини. И каждая из них, оставаясь у них жить подольше, конечно, старалась как можно больше ей угодить. Поэтому между ними было соревнование. С моей точки зрения, не совсем доброкачественное. В первые дни я ничего не знал о тайниках, и когда мне приходилось поставить самовар, я бросалась и не могла найти ничего. Например, с трудом нахожу трубу для самовара. Пережимаю ее к себе, прижимаю ее к себе, чтобы кто-то не выхватил, а в это время пропали спички или кусочек коры. В общем, я была в ушастном положении. Если бы не была, если бы не Раечка, мне пришлось бы очень плохо. Но, к счастью, Раечка взяла меня под свое покровительство, показала мне свой тайник, где лежало все необходимое. И я кое-как справлялась. Я думаю, что слепое послушание нужно как тренировка для отказа от себя, отказа от своего ума и своей воли. За две недели я получил у матушки очень много. И все эти наивные и невинные хитрости и такие смешные несогласия, когда они старались подсидеть друг друга, чтобы занять первое место около матушки, были очень несерьезными, детскими и порой смешными. У Раечки было большое чувство юмора, и бывало, мы сядем где-нибудь в уголке и смеемся. И действительно смешно. Вот две старые монахини ссорятся. Матушка выходит и говорит, кланяйтесь, сейчас же друг друга и просите прощения, чтобы этого не было. И вот они начинают кланяться и говорить, прости меня, Христа ради, прости меня, Христа ради. А сама одна на другой показывает кулак и говорят, озорница, озорница. Потом опять, прости меня, Христа ради. Но как тут не посмеяться? Иногда матушка бывала вспыльчива и горяча. И тогда она говорила нам, никуда вы не годитесь, а все-таки в ад вы не попадете. Бесы-то готовы стащить в ад таких негодниц. А Божья Матерь скажет, не трог, они точно свиньи, но они мои свиньи, не трог. В ад вы не попадете, Божья Матерь не допустит. Существовал еще один метод воспитания у нашей матушки, в котором я принимал участие. Бывало придет к нам какая-нибудь гость из благородных. Матушка зовет меня и говорит, вот я сейчас позову и буду тебя ругать. А ты знаешь, что это я не тебя ругаю, а ее пусть слушает. А то она тоже деликатна, ей прямо сказать нельзя, не понесет. А ты клянись и говори, простите, матушка, а сама будь спокойна, это не я, не тебя, а ее ругаю. В населении там было преимущество мордва. Через день или два в деревне случилось печальное происшествие. Вдруг с горким плачем в домик прибежали несколько жениц, женщин, и со слезами рассказали, что в них семье за что-то арестовали молодого хозяина, за какие-то неполадки в их колхозе. В то время попасть под Орес означало полную неизвестность, вернешь ли ты когда-нибудь или не вернешься. И, конечно, это было ужасное горе и ужасный страх. И женщины бросились за молитвенной помощи к матери Марии. Перебивая друг друга, они рассказывали подробности этого неожиданного и несправедливого ареста и требовали, чтобы тут же моментально все встали и молились, чтобы его выпустили. Они кричали «Акахвист, Акахвист!» То есть Акафист. Больше ничего они, собственно, и не знали и требовали, чтобы мы все время читали вслух Акафиста. Мы по очереди читали весь день и всю ночь, совершенно обалдели от усталости и охрипли. Но как только мы замолкали, кто-нибудь из женщин, которые истово молились, но времена не задремывали при этом, очнувшись, опять кричали «Акахвист, Акахвист!» Какое же было наше изумление, когда утром прибежали и сказали «Можно больше не молиться, он уже дома, его выпустили!» Радость, конечно, была необыкновенной, а наше удивление, мое в особенности тоже. Подумать только, выпустили. Но не от того, что мы читали, совершенно даже не понимая, что читаем, а может и от того. Кто знает, вероятнее всего от того, что они верили вполне по-настоящему, что молитва в этом деле может все, что она даже сильнее всякой власти. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. За два года, проведенные в Москве, в церкви, я ходил лишь изредка. Многое было мне непонятно, и сам церковно-славянский язык был неизвестен. А я хотела все понимать, каждое слово. По молодости своей и по неразумию я не понимала, что все это приходит не сразу. С годами человек, постоянно посещающий церковь, выслушающий в богослужении, начинает привыкать и к языку и непонятным церковно-славянским оборотам. А главное, входить в самый дух богослужения. Однажды, незадолго до окончания школы, я увидел у Петровских ворот вывеску с надписью «Община христиан-баптистов». На дверях на листовке было написано «Община устроена по боросту христианских общин первых веков христианства». Так как первые века были особенно близки мне, я зашла туда на собрание. Самое отрадное, что меня привело было то, что они все время говорили на русском языке, ясно и доступно. Я стал регулярно посещать их собрание. Один раз пригласили пойти со мной Верочку, но ей там не понравилось, показалось бездарным и на низком уровне. А мне хотелось слышать о Христе, всегда думать о Нем и молиться Ему. Когда я вернулась в Харьков, прежде всего нашла там общину баптистов и стала посещать ее к великому ужасу моих родителей. Осенью я держал экзамены в Харьковской строительным техникум, но не поступила. В то время вузы и техникум принимали в основном детей рабочих христиан, а мой папа был инженером-хиником. Тогда я устроился над работу черчежником-копировальщиком. По воскресеньям посещала собрание баптистов. С некоторыми я познакомился, и они даже собирались крестить меня. Однажды я наблюдал крещение баптистов. Это был 1927 год. По улицам Харькова в реке шла целая демонстрация. Готовящиеся к крещению, другие члены общины пели духовные песни. К ним присоединилась целая толпа любопытных, и получилось огромное стечение народа. Два пресвитера стояли по пояс в воде. К ним шли гуськом с одной стороны женщины в белых одежках, со скрещенными на груди руками, с другой стороны мужчины. Пресвитеры погружали их в три раза в воду, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. На всех окружающих это произвело очень сильное впечатление. Дома мне на этот раз от мамы крепко попало. Родители все больше ополчались на меня. Как-то я пришла поздно вечером, и они устроили грандиозный скандал. Папа стал срывать все изображения, которые висели на моей кровати. Мадонна, Кульбаха и Христос в пустыне Крамского. Шеврять мои книги и журналы. Каким-то чудом уцелела Евангелие, так как я его прятала под матрацем. Мама выступление стала меня бить. Кончилось тем, что я убежала из дома, прожила несколько дней у сестры Баптистки. На щеке оставался шрам, и мне стыдно было ходить на работу. Когда меня спрашивали об этом сослуживцы, я всячески отсучивалась, но все время отшучивалась, но все видели мое необычное состояние. В это время мама написала Верочке письмо, рассказав, что я убежала из дома к Баптистам. Верочка сразу же приехала в Карьев, разыскала меня и на другой день увезла в Москву. На работе я взяла расчет, а с родителями перед отъездом помирилась. Когда я получала новое задание, черчеж или какую-нибудь другую работу, я мысленно и спрашивала благословения Божьего на эту работу и благодарила Бога, когда кончила работу. Никто меня этому не учил, и это была у меня внутренняя потребность. Иногда мне очень хотелось помолиться. Тогда я уходила на плоскую крышу на фургового учреждения, большой дома Устинского моста, которую мы сами проектировали, и там находила место, где меня никто не видел. Никто из сотрудников, кроме моих близких, подруг Ани и Лины, не догадывались о моем мировоззрении. Только однажды на Пасху один из наших инженеров как бы в шутку обратился ко мне с праздничным приветствием. Христос воскрес Елена Семеновна. И я ему так ответил, воистину воскрес, что он попятился назад с открытым том. Другой раз я пошла на демонстрацию. Тогда в этом отношении было очень много строго. Пропускать демонстрацию считалось антисоветским поступком. В 30-е годы антирелигиозная пропаганда была очень сильна. Во время демонстрации постоянно пели антирелигиозные песни и частушки. Однажды запели одну из таких безбожных песен. Я, конечно, не стала петь. Что у меня было на лице, я не знаю, но одна девушка подошла ко мне и шепнула на ухо. Я тоже верю в Бога. С детства я ходил в церковь, но прилежанием никогда не отличалась. Если шла к обедне, то приходила к Херувимской. Так же и на всеночной. Или уйдешь пораньше, или выйдешь на улицу посидеть. А тут вдруг происходит чудо. Выстаиваете бесконечные службы добровольно, да еще и после трудового рабочего дня. Исайя 55.6 Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Третье езра 10.54 Ибо не могло дело человеческого созидания существовать там, где начинал показываться город Всевышнего. Премудр Соломон 13.10 Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень – дело давней руки. Стихотворение Над нами те же, как древле небеса, и так же льют нам благ своих потоки. И в наши дни творятся чудеса, и в наши дни являются пророки. Бог не устал, Бог шествует вперед. Мир борется с враждебной силой змея. Там зрит слепой, там мертвый восстает. Исайя жив, и жив Иеремия. Не истощил Господь своих даров, не оскудил верховной благодатью, он все творит и Библией миров, не замкнута последнюю печатью. Кто духом жим, в ком вера не мертва, кто сознает всю животворность слова, тот всюду зрит наитие божества, и слышит все, что скажет Иегова. И разогнав кудечничего чад, в природе он усмотрит святость чуда, и не распнет он слова, как Пилат, и не предаст он слова, как Иуда. И брата он, как Каин, не сразит, гонимого с раздушной ласки примет, смирением надменных пристыдит, и слабого и падшего подымет. Не унывай, о малодушный род, не падайте, о племена земные, Бог не устал, Бог шествует вперед, мир борется с враждебной силой змеи. В. Венедиктов.